Добрый вечер, дорогие друзья! Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня мой гость, уже знакомый вам, политический аналитик, заместитель директора Центра Ближневосточных исследований, Сергей Данилов. Привет, Сергей, очень рад тебя видеть. Да, очень рад, Гелла, очень рад. Сергей, так уж совпало, это бывает редко в наших программах, потому что мы бишем их практически, что называется, с колес. Но так уж совпало, что именно сегодня день, 43-я годовщина Исламской революции в Иране. Вообще все страны в сознании людей, ну это нормально, это еще, наверное, из первобытных людей, когда племена были, там делятся на хорошие и плохие. И для очень многих Иран вот такая плохая страна. То есть в сознании многих. Вот есть хорошая страна, есть плохие, и для очень многих, даже для тех, кто, допустим, считает, что США тоже плохая страна, но Иран тоже плохая страна, вот из этого цикла. И чем эта страна с великой историей, с великой культурой, с великой... Ну, в Иране практически все великое, потому что, ну, действительно, страна, которая одна из системообразующих мировой истории, скажем так. И страна, в которой сегодня, я считаю, уникальный, конечно же, политический режим, которых вот уже 43 года так привлекает внимание всех мировых СМИ и политических аналитиков, и историков, и кого угодно. Давай начнем с истории. Но с истории не... Пять тысяч лет мы охватить явно не сможем. Со Второй мировой войны. Итак, Вторая мировая война меняется шаг. Папа сделал плохой выбор, сын... Сыну помогли выбор исправить. Ну, после Второй мировой начались попытки модернизации. И начался нефтяной бум и представление о том, что страна имеет колоссальные ресурсы, нефть затребована, и за нефть началась борьба. Там была известна история с заменой, инспирированной британцами политического лидерства, что очень плохо, в общем, закончилось для страны и заложило основы того, что потом в 79-м произошло. Но главное это была борьба за ресурсы и попытка модернизации. Шагский режим, у него были специфические, прямо скажем, представления о модернизации, но он очень старался внедрить не только культурные новшества, но и технологические. И плюс видел себя региональным гегемоном в союзе с Соединенными Штатами, Британией и глобальным Западом, который тогда так можно было бы назвать. Он строил армию, он демонстративно употреблял алкоголь, он демонстративно поддерживал светские группы, которые имели такой очень европеизированный образ жизни. И образовался тот разрыв между секулярным Парижем Востока, как называли тогда Тегеран. Вообще на Ближнем Востоке, надо сказать, что очень многие любили себя сравнивать с Парижем. Бейрут себя называл Парижем, Тегеран себя называл Парижем. И, кстати, французское влияние и культурное, и экономическое, несмотря на всю привязанность и историю взаимоотношений с Британией, прежде всего, оно довольно сильное. Ну и недаром Хамени и вся группа, которая вокруг Хамени, они же в Париже сидели, и вокруг университетов, вокруг Сорбонны, общались с левыми, с марксистами, вели интеллектуальные дискуссии о способах, как модернизировать ислам, как его приспособить к политической жизни. Выпускали книги, брошюры, участвовали в дискуссиях, были открыты. Это очень потом будет контрастировать с тем, что произойдет после исламской революции. Это страна, которая довольно динамично развивалась, с одной стороны. С другой стороны, Шах очень много инвестировал в эту многотысячелетнюю историю. Подчеркивая не только исламский, вернее, не столько исламский характер Ирана, сколько иранский характер Ирана. Со всей этой громадной, этой невероятной историей. Инвестируя деньги в реставрации, в археологические раскопки, в музеи, в помпезные празднования. И вот как бы это такая очень динамичная, мягко скажем, модернизация закончилась в 79-м году. Очень интересный момент, на который ты обратил внимание, и который я не удержался, даже начал включаться в разговор. Это Париж, и это Париж после 68-го года. Париж 68-го и после 68-го года. Это тот самый Париж, тот самый комплекс революции в европейской культуре, который произошел. Это точка такая бифуркации определенная. И в то же самое время фигура, тогда еще не имама, тогда еще Аяталы, Хумейни, который за всем этим наблюдает. Для Хумейни, насколько я понимаю, он был именно человеком власти, человеком идеи. Для него не было важно личное обогащение, личный какой-то комфорт. Потом показывали, что для Хумейни объединительной идеи, он понимал, что Иран это многонациональное государство. И Белуджи от азербайджанцев отличаются примерно так же, как финны от грузин. Да, довольно сильно. Поэтому скрепляющая скрепа, скрепа у Шаха какая была? Иранский национализм? Иранский национализм и история. То есть все народы, которые населяют Иран, они имеют отношение к этой многотысячелетней истории. Плюс образ будущего. Он же не просто обращался к прошлому. Он показывал, что будет лучше, вот у нас новая техника, новые заводы, новое производство. Мы там строим дороги, развиваем Тегеран. Модернизация тоже может быть объединяющим фактором. Объединяющий, модернизация и образ будущего понимаю, но в данном случае он же не подчеркивал, что вот азербайджанцы, это тюрки, которые, или подчеркивало, внесли огромный вклад в историю Ирана, там династии были тюркские, белуджи тоже внесли вклад, арабы внесли вклад и так далее. Не вели ли роль этнично, этноса в этом случае? Да, и да, и нет. Вообще, 70-е годы, это еще не время таких трансформаций, когда этнические идентичности начнут играть такую большую роль. Да, есть курды, которые уже где-то что-то делают, да, и у них есть история их борьбы во время Второй мировой. Есть Азербайджан южный, у которого тоже в Тибризе что-то во время Второй мировой было. Вот это, то есть протогосударственное образование и нации, этнические группы, которые могут представлять угрозу территориальной целостности, это да. А белуджи на тот момент практически полностью кочевые, да, и как бы они не воспринимались как такая угроза. Напряженные отношения с Ираком, которые, ну, в общем, были всегда на самом деле, определяли такое специфическое отношение к кузистанским арабам и той части болотных арабов, которые проживали на территории Ирана. Но это тоже были еще племена. Не надо забывать, что урбанизация в том виде, в котором вот мы сейчас видим в Иране, да, и, соответственно, разрушение традиционных структур, она началась чуть позже. Она начала взрывным, так, очень сильно расти после окончания Ирано-Иракской войны. И эти мегаполисы, и те места, где те же белуджи или арабы, они начали настолько быстро расти в последние там 20-30 лет. Потому с сельскими общинами, с кочевыми народами, конечно, он особого внимания не обращал, ему было достаточно вопросов безопасности. Мы контролируем. Соответственно, кочевые либо сельские общины, сельское население, оно не создает политических структур. Это у курдов, в потенции азербайджанцев была такая возможность. Но те же азербайджанцы прекрасно себя чувствовали в Тегеране. И память о том, что тюркские, по факту, азербайджанские династии были, она сохранялась. И для них не были закрыты социальные лифты, как, между прочим, не закрытые сейчас. И при Исламской республике этнические азербайджанцы себя в самом верхнем истеблишменте чувствуют вполне комфортно. Это один из факторов стабильности. К Исламской республике мы еще вернемся. Кстати, Белая революция перетекла в Исламскую революцию. И я могу ошибаться, но, по-моему, это первый случай технологической революции. Это еще не социальные сети, это еще не социальные сети, но это кассеты. Не бобины, не эти самые, а кассеты. То есть появление кассетников, это же главное оружие, в общем-то, кассеты, главное оружие Исламской революции. Без кассет представить себе Исламскую революцию, наверное, сложно. Наверное, сложно. Да. Да. То есть фактически ребята распространяли кассеты. Эти кассеты, я сейчас представляю себе, вот они сидели в домах, в квартирах своих, и слушали эти кассеты с проповедями Хомини, кивали, а когда Хомини приехал, то все это прорвало. Кстати, сама революция, там же был очень сильный левый элемент, там марксисты, коммунисты, еще кто-то курды, то есть кто только не бегал. Все-таки получилось, что объединяющим фактором для всех социальных групп и всех этносов Ирана оказался Ислам. Ну, это потом оказалось. На самом начале не было понятно. Без левых он бы не победил бы тоже Хомини. Но у тебя прекрасно, это ремарка про кассеты. Ну, там еще мечети были и проповеди. Да, одно без другого не сработало. И несмотря на все репрессии Шаха, плюс листовки были довольно массово, они их распространяли. И вот это традиционное духовенство, которое, оно как бы было совсем за Хомини, но не совсем, не все, потому что он тоже для них огромнейший авторитет, но какой-то такой, который уже с левыми, ну, вот с модернистской ноткой. Ну, что он очень быстро исправил. Его можно, Хомини, и этот способ можно сравнить с первым блогером. Первый, да, прото-ютюб-блогер. Первый политический блогер, да, конечно. Да, да, да. Очень интересный феномен именно вот этого. Понятно, что... А, кстати, мечети, это были своим разным хабом распространения информации. Да, да. То, что сейчас, ну, понятно, что тогда не было интернета, а вот через мечети распространялись эти кассеты, а как они по-другому могли еще? Да. После пятничной проповеди в Джума день, такой, как сегодня, раз-раз-раз-раз нас дали, и все, и все пошли слушать будущего и папа. А листовки это был тогдашний твиттер. Ну да, но листовки-то это старый твиттер, это еще твиттер со времен... Листовки не будем отбирать, это другой, кстати, тоже религиозный лидер. Листовки это же лютер. Да. Первый прибил. Листовки это вот это. Деформации тоже не было бы без Гутенберга, без лифтовки. И это, кстати, тоже про модернизацию, потому что количество видеомагнитофонов в тот момент... Аудио. Аудио, да, аудио. Было достаточно большим в Иране, в отличие от соседних стран. Это тоже было... Это модернизация ударила хвостом по модернизатору, называется. Доступность и так далее. Это то, что сегодня делает Russia Today и так далее. Вот российская пропаганда, когда используют все современные технологии, но только в другом плане. мы немножко отвлеклись. Итак, приезжает Хумани, мы сейчас не будем подробно останавливаться на всех перипетиях борьбы, но так или иначе складывается режим. Складывается режим, который, в общем-то, уникален, и который при слоге Иран среднестатистический обыватель в наших странах делает большое глаза и говорит ой. Но на самом деле так ли ой? То есть можно ли назвать его теоретической демократией? До недавнего времени, я думаю, можно было. Потому что легитимность последних выборов вызывает сомнения и легитимность и способ, каким будут проходить следующие выборы уже тоже. Потому что за этих там сорок с чем-то лет ситуация менялась, режим тоже менялся, несмотря на то, что все называлось точно так же. Как Хаммейни заложил, так оно вроде бы остается. На самом деле нет. На самом деле все очень сильно за эти сорок лет трансформировалось в зависимости от состояния общества и внутренней конкуренции между разными институтами. это было в 90-е, в нулевых, ну вот где-то с середины 90-х. Это на самом деле можно было называть какой-то теократической, электоральной, это не демократия, электоральная демократия. то есть это не то, что у нас есть там все элементы, но вот выборность и какая-то приблизительная честность выборов, она была и конкурентная борьба, она была в ноябре, присутствовала. Не, ну вот смотри, вот смотри, как интересно, смотри, если мы говорим про нашу классическую демократию, либеральную демократию и так далее. Так или иначе, айнажи тоже существуют в определенных рамках либеральных ценностей. У них демократия существует в рамках их религиозных ценностей. Так что в этом плане сравнение может быть вполне корректно. Я просто пытаюсь понять, что ощущают среднестатистические жители Ирана, когда ему говорят о том, что у них нет демократии, никаких нибудь свобод, а именно вот системы, которая позволяет открывать. Последние выборы, они, конечно, исключения, но давай не будем забывать, что Рахбар стар, и давно говорят болен, а нужен преемник. Сам Хаммэнэй был президентом до того, как его стали. Возможно, ничего не утверждаю, я по Ирану не специалист, но возможно это тоже традиция такая, что для того, чтобы преемник стал полноценным преемником, он побыл какое-то время президента. Нет, ну такой традиции нет. Нет, тут только один случай был. Да, у тебя много интересных зауважений по-украински, наблюдений прозвучало, как себя чувствует и как воспринимает среднестатистический Иранец, а это же тоже очень сильно менялось все это время, все эти 40 лет. У нас был опыт, например, мы общались с иранскими мигрантами, которые, между прочим, отвоевали в войне и потом уезжали из страны. В Иранно-Иракской войне? Да, в Иранно-Иракской войне и в 90-х, в нулевых, люди уезжали, там же специфическая ситуация, у них открытая страна в том смысле, что всех недовольных, да, пожалуйста, уезжайте, берите паспорта и едьте, где можете устраивайтесь сами, да, никто никого не держит. Оно все очень сильно менялось, именно наши вот коллеги, которые ездят. Я думаю, что усталость общества от режима довольно большая. Именно это определило характер последних выборов, о том, что власть уже не удержится так, как она удерживалась. Мы помним, что было несколько лет назад, когда там были довольно массовые протесты, которые были подавлены силой, грубой силой. Про протесты, смотри, протесты были зеленые, даже называли зеленой революцией в 2009 году, потом недавние протесты, в 2009 году, по-моему, таких протестов, как было в 2009 году, не было. 2018 год, да, по-моему, начало года, когда Иран в 2018. Что? Когда вот большие протесты в Иране, которые были в 2018 год. Да, да, да. Но там, но там ведь что, там очень интересно, там в Мешхеде начались протесты, с Мешхеда начались протесты, и консерваторы их разожгли, то есть там про, там, речь шла не столько о революции, сколько о контрреволюции, так? Ну, нет, ну, не согласен. Во-первых, в разных городах разный порядок данный, разная повестка. В Казахстане, оно тоже в разных городах имело разную. Согласен. Да, если уже на Узене были длительное время, да и сейчас те протесты есть, это социально-экономически, то в Алматы это уже приобрело политический характер, преимущественно, да, вот, и главное, что будет в столице, в конце концов, ну, и еще в трех, там, четырех крупнейших городах. Вот, и в Тегеране они были исключительно политическими. Ну, и надо сказать, что по наблюдениям исследователей, потому что у меня нет своих, я могу только ссылаться, да, консервативное духовенство, аятолы, оно тоже ж не не единое, там достаточно разные точки зрения, разные группы. Есть те, которые считают, что вмешательство в политику, это тот способ притворения этой политики есть неправильным, что мы должны сосредотачиваться на собственно религиозной составляющей, а не быть руководителем из страны. Есть те, которые понимают, что корпорация духовенства превратилась в квазиэкономическую корпорацию, которая действует параллельно с другой корпорацией, корпусом стражей. И, собственно, эти две силы сейчас руководят страной. Они прошли путь трансформации от, который очень условно, конечно, все эти сравнения такие притянутые немножко, но как большевистская революция, которая прошла путь от большевиков через Сталина, через Хрущева, вот эта усталость, вот эта не перестройка, но оттепель 90-х нулевых хрущевская, да, когда казалось, открытость к миру... Извини, давай тогда, раз уж аналогии все, конечно, страдают, они ущербны, но давай уже называть Хрущев, это кто у нас, Хатами, или ты кого-нибудь? Ну да, да, это, скорее всего, Хатами именно, да, который выдвинул концепцию, что можно сосуществовать, нужно быть открытым. Тогда Брежнев получается охватить Джат? Имеет некоторые основания быть, но нет. Да, не работает так. Получается... Не работает. Да. То есть охватить Джат опять-таки хотел бы, если бы его спросили бы, хотел бы быть скорее Сталином, чем... Ну да, скорее Сталином, но специфическим Сталином. Извините, понятно, что специфическим. А Рухани опять у нас Хрущев? Вот Рухани это какой-то добрый Брежнев, я бы так сказал. Рухани это добрый Брежнев, понятно. Да. Хорошо. Ну, Раиси, ну никак не... А, Раиси, это Андропов. Андропов. Конечно, Раиси прямо Андропов, конечно. Тут полное попадание, полное. Да, просто я почему я Андропова перескочил сначала, а потом понял, что он Андропов. Знаешь, все очень просто, потому что Андропов был очень недолго, а этот выглядит очень здоровым. Да, 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 и хочет быть следующим Рахмаром. То есть Ахмадиниджад у нас получается молодой Брежнев, Рухани это Брежнев позднего периода, а Раиси Судя по всему, следующий президент у них будет. Ой-ой-ой, Читненко, это ж вообще... Ну, нет, все-таки я думаю, что... Хотя вот наблюдение моих коллег, которые недавно были, разрыв между представлением людей, особенно в городах, конечно, и правящим классом, ну, это пропасть уже фактически. И вот на самом начале ты сказал, что образ Ирана как, ну, такой плохой страны или как... Плохой, 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 да. Но на самом деле все, кто был, понимают, что образ в середине, образ иранцев, там, независимость от этнического происхождения, сейчас мы граждан, да, он очень позитивный. И страна, как бы, после разгрома последнего протеста, она затаилась, она разъезжается, она не видит, возможности к силовому протестстоянию и исчерпался потенциал мирного протеста, но протест никуда не делся, он просто в безнадегу такую ушел, знаешь, и в личную жизнь, в бизнес, и в поиск заработка, и возможности уехать. это очень сильно чувствуется. Басиджи же никуда не денутся, они же будут. Это самовоспроизводящая система, вот это союзы русского народа. Да. Как еще дознать, такая аналогия идет. Добровольные помощники НКВД. Да. На них, собственно, все и держится, на том, что корпус имеет корпус столк корпораций, корпус имеет собственный бюджет, часть из которого идет на содержание клиентелы. Вот эти бедные, часто необразованные, молодые, не очень среднего возраста, люди, которые имеют плюс 20, плюс 50 процентов к среднему уровню, за счет чего могут чувствовать себя уверенно и знают, что эти деньги у них будут, что очень важно. Не только сегодня ты не потеряешь работу, они будут и завтра, и послезавтра. У тебя даже есть возможность какого-то роста, чтобы тебе чуть-чуть добавляли денег. В условиях безработицы, нестабильности они за это держатся, их там индоктринируют, и эта система работает прекрасно для удержания власти. То есть существуют два страны, параллельных фактически, малая часть, которая содержится за деньги корпуса, и большая часть, которая не имеет возможности сопротивляться. Ты знаешь, я тебе расскажу просто одну историю. У нас же своя история отношений с Ираном, у Грузии, я имею в виду. Во-первых, история есть, а есть недавняя история. Последняя история была в том, что у нас был безвиз с Ираном мы сделали. И хлынули потоки туристов. Очень, вот по поводу иранцев позитивного образа, более позитивных, более открытых людей трудно себе представить. Но был у нас случай, значит, в Батуми мы сидели с ребятами обедали и у меня востоковед один иранист был в гостях и мы сидели беседовали как раз таки про Иран. И тут получилось таким образом, что зашла иранская семья отец, мать и молодые и трое прекрасных детей. Они сели тоже там вот этому иранисту Бутин Неладин заходил своими знаниями могут сейчас я с ними поговорю, я спрошу откуда они что-то. Пошел, что-то сказал, бедная семья встала и ушла. Я сказал, здравствуйте, с приездом откуда вы до Форсу. То есть они решили, что тут их тоже пасут. Это было так, что ты сделал, ты помешал, ты отравил людям отдых. Они сейчас будут ходить подбираться. Да. И это очень показательный момент. Немного про внешнюю политику. Вот по поводу внешней политики интервенционизм у Ирана появился, ну так, совпало при Хрущеве иранском. Такое просто. Это чистое совпадение или это консерваторы более закрытые и более изоляционистые, а либералы тамошние более интервенционистские. Ну, мне сложно сказать, я тебе честно скажу. Вся концепция использования прокси-сил и создания своих каких-то подразделений, своих, но под чужим флагом, тянется с Ливанской войны, конечно, и с Хезболы. И там же все было не так просто, они же не сразу их подхватили, не сразу эти отношения были настолько клиент патронские, как сейчас, да, и инструментов было мало и у иранцев. И мне кажется, что тут не столько приком, сколько вот, знаешь, процесс, абсолютно природный процесс, как вот ты пробуешь что-то делать, оно идет, получается, не получается, ты учишься, и там, что интересно, одна задача тянет за собой другую, для того, чтобы решить одну задачу, ты должен договориться еще с кем-то, ты ищешь людей, находишь ресурсы, подкупаешь, берешь на службу, и у тебя расширяется клиентела в других организациях. Хамини же пришел под, он же очень сильно хотел модернизировать, и такие, у него, во всяком случае, на короткую перспективу удалось, и выйти за сектантские рамки шиизма. И целью, как бы, был Юрусалим, как известно. Соответственно, палестинский вопрос. Соответственно, конкуренция с странами Персидского залива за странами залива, скажем так, без указаний арабского или персидского, да, и, соответственно, конкуренция со странами залива за влияние на палестинцев и за ту или иную фракцию. И это же параллельно, да, и это же начало взаимодействия с исламским джихадом палестинским. И тот образ, который Хаменис мог транслировать, он имел очень сильное влияние на все исламистские движения 80-х годов. На Суницке, в Египте, в Сирии, в других странах, да. Это был очень мощный импульс, что может получиться, пусть они не совсем наши, но у них может получиться, и потом дело Салмана Ружди. Там же свои фетвы... Не, нужно напомнить зрителям, просто нужно напомнить зрителям, кто такой Салман Ружди, потому что без... Я просто... Я знаю, что очень многие знают, но кто-то, может быть, не знает, поэтому мы говорим о Салмане Ружди. Лучше сказать, кто он и что это за выдающийся писатель, очень, очень хороший писатель, который с точки зрения иранского истеблишмента написал богахульную книгу, скажем так, за что ему было санкционировано убийство, где бы он не находился, после этого он жил под охраной и живет в Британии, потому что для, очевидно, иранских спецслужб либо для людей, для которых эта фетра имеет значение, она до сих пор действует, скажем так, если совсем просто. Сатанинская стихия называлась, это вот его книга, за которую его... Ну, если что, дальше Google помощь. Извини, я перебил, просто это важный момент, чтобы... Да, спасибо, что уточнил. И это же тоже был экспансионистский шаг, фетва по Салман Ружде. Это то, что он обратился ко всем мусульманам, независимости, шииты или сунниты. Хаммени очень хотел и добился больших успехов в том, чтобы выйти за сектантские рамки. И это все закладывало вот этот фундамент уже регионального экспансионизма. Поиск союзников, что можно вот с этими шиитами иметь дело, да, они же как бы за наше правое дело выступают, раз, а во-вторых, ну, у них ресурсы какие-то есть, да, и вот они могут. И вот из первых клиентел дальше и из опыта Хезболы дальше начало вырастать понимание того, что казалось бы полностью в сунницких странах есть свои меньшинства, которые, ну, там, какие-нибудь хуситы, которые себя никогда до определенного момента шиитами не считали, да, вот, но их можно индоктринировать, чуть-чуть повернуть, вмешаться в внутрихуситскую борьбу, там же ж конкуренция, тоже там партии среди этой религиозной группы, которые абсолютно других взглядов придерживались, и они раньше были, определяли лицо, да, этой группы, но, как всегда, внутренний раздрай дает возможность третьей стороне использовать конкуренцию для того, чтобы поставить на того, кто согласится себя как-то переназвать, можно так сказать, и то же самое было с соловитами, только гораздо раньше, когда отец Асада, Афиз Асад, получил фетву о том, что он мусульманин, вот, для того, чтобы формально занять должность руководителя страны, и точно так же было еще раньше, когда в 30-е годы, в конце 30-х годов, извини, тоже шиитское духовенство подтверждало исламскость алавитской общины Сирии. В этом смысле экспенсионизм в таком понимании, как использование сектантских групп, он имеет давнюю историю. Если покопаться, можно найти средневековые еще такие примеры. Другое дело, что он трансформировался в стройную концепцию. После того, как за дело взялся Ксир, корпус стражи исламской революции, у Ксира появились свои ресурсы. Он начал делать это на совершенно другом основании, фундаментально. Это все приобрело и стало понятно, что вчерашнее меньшинство, а в случае Ирака не меньшинство, а большинство, может быть инструментом влияния на всю страну при определенных условиях. Шииты в Ливане были меньшинством, сейчас они тоже не можно сказать, что большинство, но гораздо большая группа по численности и по доле их населения страны, чем была, но это все равно для беднейшей части шиитов юга Ливана, когда начали создаваться группы взаимопомощи, медицинская, материальная помощь, они были крайне бедными, особенно по сравнению с христианами и частью сунницких элит, они были очень малообразованы, катастрофической ситуации, это социальная работа, как из социальной работы создать движение, захватившее страну в результате. И смотри, как интересно получается, значит, если мы говорим про внешнюю политику, в свое время, во время Ирано-Иракской войны, в 81-м году, летом, по-моему, это было, была такая операция Вавилон. Израильская авиация не оставила камня на камне над реактором, который строили французы-иракцам, и говорили, что Ирак был близок к получению атомной бомбы. Идет Ирано-Иракская война. Целью Хамени является Иерусалим. Саддам про Иерусалим не помню, я говорил или нет, но у Саддама явно было поменьше этих экспансионистских планов, он все-таки был, хотя свое он хотел всегда отбирать, и вот это отобрать свое, он на этом и погорел. Израиль фактически спас в какой-то степени своего заклятого вражда на протяжении многих десятилетий так выходит? Ну, понимаешь, на тот момент Иран не представлял собой опасности для Израиля никакой, слово совсем, кроме как поддержки отдельных групп среди палестинцев, но с этим Израиль, это не была уже еще экзистенциональная угроза, я бы тебе так сказал, в то время как Ирак принимал участие в этих войнах против Израиля, во-первых, а во-вторых, очень четко артикулировал, что это еврейское государство должно быть уничтожено. Но не все тогда это артикулировали, кроме Египта на тот момент. Ну да, но Саддам как-то представлялся израильтянам. Сам факт наличия ядерного оружия у государства под контролем Бааса в его иракской версии и участие иракских войск в войнах против было достаточно для Израиля для того, чтобы считать это угрозой для своего существования. В то время как Иран пребывал, ну скажем прямо, не в самой лучшей кондиции и мог рассчитывать только на эти безумные атаки смертников, когда целыми не ротами, не батальонами, чуть не дивизиями закидывали людьми окопы иранцев, иракцев, извини. Там были жуткие, конечно, потери, но заметь, вот этот обезот мне очень нравится, потому что там же еще одна страна участвовала, там же еще без участия саудитов не обошлось, потому что, ну а как они летели-то? То есть саудиты их, то есть вот это весь ближний восток. Ну так, понимаешь, израильтяне говорят, что они выключили транскодеры, ну то есть системы опознавания, во-первых, а во-вторых, на тот момент в том регионе не было достаточной системы наблюдения воздушного пространства. И они ниоткуда пришли, никуда ушли. Ну в общем, их версию, я думаю, можно воспринимать как вполне рабочую. Это сейчас контроль над воздушным пространством гораздо более ну такой тщательный, да. А в тот момент тратить деньги, чтобы ставить РЛС там по всему. Никто же не думал, что израильтяне, например, будут бомбить Саудовскую Аравию. От кого им ставить? Это сейчас Саудовскую Аравию обстреливают ракетами, дронами, летают самолеты. Да, да. И радиолокационными станциями напичкано не только приграничные районы, что Джиддана даже, и столица, и вообще все, практически все закрыто уже станциями РЛС, стал. То есть ситуация изменилась. А на тот момент особой потребности не было, потому может быть и так. Хотя могли и пробовать договориться, но зачем? 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 Ну, тоже как вариант, да, как вариант. Нет, как вариант тоже возможно. И ты знаешь, у нас очень мало времени, и у меня два вопроса просто написали в Фейсбуке, достаточно интересные. первый вопрос это по поводу того, что, ну, насколько я понял вопрос Трамп, Натаньяху, политика Израиля, арабский мир против Ирана, насколько она эффективна была? Потому что там еще был один вопрос по поводу протестов, мы их разобрали хорошо. Это первый вопрос, ну, а второй вопрос я задам после первого. Ну, насколько эффективно? Видишь, получается так, что без силового компонента оно не работает. То есть Иран после санкций и фактического выхода из всех сторон, из всеобъемлющего договора по ядерной безопасности продолжил наращивать производство боевого этого плутона и плутония, я не помню, что, плутония. Так что мне кажется, надо делать выводы по результату. Ближе он стал к обладанию ядерного оружия или нет? Он стал по результату. А идея арабо-израильского НАТО закончилась? Нет. Она не закончилась. Мы видим визит министра обороны страны залива израильского. Мы видим контракты по вооружению. Мы видим визит представителей Национального Собрания Эмирата в Тель-Авив и в Иерусалим. Мы видим контракты. Уже деньги пошли взаимные. Мы видим военно-техническое сотрудничество. Единственное, что сейчас сбой дала ситуация с железным куполом. Израильтяне боятся передавать Эмиратам, потому что боятся, что технологии могут утекти. Они готовы, но очевидно сомневаются в способности поддерживать. И это дает определенную трещину. А так, я думаю, мы можем предполагать, и про это иногда пишет пресса, что обмен разведданными, я думаю, налажен. Каналы конфиденциального обмена мнений и координации действий, мне кажется, что действуют и работают. Это никогда не будет такое вот НАТО полноценное, когда ты за меня есть пятая статья, а я за тебя. Но это будет довольно плотное сотрудничество по вопросам безопасности. мне так кажется. И последний вопрос. Иран и Турция исторически были соперниками. Насколько это актуально сегодня? Насколько Иран и Турция сегодня соперники? Интересный вопрос. В Сирии они как-то расходились. То есть по касательной, но при этом по касательной именно, без соприкосновения, можно сказать. Все все понимают, пытаются использовать прокси друг против друга. Ну да, свободная армия Сирии и это как его зовут? Фатим Мелхес была и они воюют друг с другом? Они же сталкиваются? Да, воюют. Я же говорю, что используют прокси. Туда, куда заходит турецкая армия, ну уже окей, там уже такого не происходит. Сейчас интересный процесс. Турция восстанавливает отношения с Израилем после Натаньягу. Турция восстанавливает отношения с Саудовской Аравией и Абудавией с разной скоростью, не без проблем. Но процесс идет. И если был период, когда на Ближнем Востоке Турция общалась исключительно с Катаром и Ираном, то сейчас Турция как бы возвращается на Ближний Восток с полноценными контактами политического и по вопросам безопасности с традиционными суннитскими своими друзьями соперниками, скажем так. В то же время вот были сообщения о том, что краник газовый из Ирана в Турцию прикручивался, да, как-то. И такие вот мелкие инциденты, они как-то понемногу нарастают. это не означает, что страны будут декларировать какие-то недружественные одна-другой позиции. Будет диалог высокого уровня между Анкарой и Тегераном будет продолжаться, это однозначно. Но характер этого диалога, вопросы, которые они будут обсуждать и представление о том, насколько мы взаимовыгодны, он будет меняться. Ситуация динамичная. Никто не будет, знаешь, провозглашать, что мы теперь снова конкуренты, соперники. Нет, ни в коем случае. Есть области, где мы играем, есть сферы деятельности, где мы сотрудничаем, где мы конкурируем и где мы ищем, кто мы. Турция кажется, уже полностью достроила стену на границе с Ираном. Капитальное очень сооружение для того, чтобы беженцы не проникали с... Причем там беженцы же все и, собственно, иранцы бежали, и афганцы, и даже пакистанцы, то есть там этот транзит шел, да. Вот. И для Турции это реально фактор. Еще миллион-два и страна не выдержит такого наплыва людей, потому что это очень тяжело. Вот. И плюс то, что сейчас идет по газу и по возможности строительства восточно-средиземноморского газопровода снизит значение иранского газа, иранского транзита. если проект, который благословлен штатами и будет осуществляться совместно Израилем, Турцией, Грецией, Кипром, там, возможно, Египтом будет осуществлен, это довольно сильно поменяет ситуацию. Я единственное, что я продолжаю турецко-иранскую тему, когда было обострение во второй половине, к концу уже ближе прошлого года, и когда Иран провел несколько военных учений и подтянул военную технику у нас к границам Азербайджана, турки, несколько не сомневаясь, тоже провели военные учения и тоже подтянули военную технику к границам Ирана, и после этого произошел резкий поворот, то есть и Абзалахян приезжал в Баку, и взаимные визиты были, и даже уже решта Астара строится, дорога, и плюс к этому еще в общем-то иранцы тоже хотят поучаствовать в этом газовом коридоре, в котором нашем газовом коридоре, Южно-Кавказском. Да. Так что ну 43 года, 43 года это уже возраст взрослого человека достаточно, 43 года это Московская революция, тебе честно скажу, вроде бы как как будто вчера было. Я это помню, и помню уже. Да-да-да. Это я очень хорошо помню, я помню, как я очень сильно удивлялся, что если они против американцев, то по сути... почему они с нами, да. Они же должны быть с нами, а где они еще должны быть? Это был первый мой опыт, ну что я был ребенком тогда, это был первый мой опыт, когда я понял, что оказывается, ну не все так просто в этом мире, что бывают страны, которые... Нет, ну я до шести лет был уверен, что Франция это коммунистическая страна, социалистическая, потому что я видел в календаре день парижской коммуны, он не может проиграть, и когда мама сказала, что эту коммуну подавили еще в прошлом веке, я был в шоке, как может проиграть революцию, но это... Вот исламская революция в этом плане, конечно, тоже сыграла большую роль в моей жизни. Огромное спасибо, Сергей, за очень интересную беседу. Спасибо большое, очень приятно было пообщаться и ответить на умные и профессиональные вопросы. Мне тоже было очень приятно, я надеюсь, что нашим зрителям тоже понравится. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, всего доброго и до встречи.